Сухуми Взвели из автомата 12 выстрелов. Как сообщает генеральный прокурор Алексей Ломи, три пули попали в сквере, а сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Покушение произошло в центре Сухуми по улице Лакобо-5. Когда сквере выходил из дома, мотивы покушения выясняются, сообщают СМИ. Сегодня торговцы из Угдиди устроили акцию протеста перед мэрией города. Их возмущение вызвало то, что утром они не обнаружили на своих местах прилавки, которые находились за пределами рынка. Они отметили, что об этом их заранее никто не осведомил. По словам начальника службы надзора, на Украине Сартия уличная торговля запрещена законом, хотя в связи с праздниками торговцам разрешили находиться у уличных прилавков. Акция с утра проводилась на территории рынка, и чуть позже протестующие переместились к мэрии города. Журналист и телеведущая Эка Мишвеладзе, передачу которой со скандалом закрыли на центральном телевидении, назначена пресс-спикером президента Грузии Георгия Маргвелашвили. У Эки есть опыт работы в государственном секторе, а также 25-летний опыт работы в журналистике, и мы считаем, что это важное приобретение для президентской команды, так объяснили назначение в администрации президента. В свою очередь Мишвеладзе поблагодарила за оказанное доверие, отметив, что это очень важный и особенный момент ее жизни. По завершении грузин-американских военных учений достойный партнер Грузии официально будет иметь представителя вооруженных сил НАТО. Об этом заявил сегодня министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. Напомним, что церемония открытия международных военных учений «Достойный партнер-2016» с участием грузинских, американских и британских военных состоялась на военном аэродноре в Азиане. Учения открылись с исполнением государственных гимнов США, Великобритании и Грузии. И другие новости. Единые национальные экзамены стартуют 1 июля. По данным Национального центра оценок и экзаменов по грузинскому языку и литературе абитуриенты будут сдавать. 1 и 2 июля, 4 и 5 июля состоится экзамен по общим навыкам, 6 июля по английскому языку, 6 июля по русскому и французскому языкам, 7 июля по русскому и немецкому языкам, 8 июля по гражданскому образованию, 11 по химии, 14 по математике и так далее. Перечнем экзаменов можно ознакомиться на сайте центра. Как известно, в 2016 году экзамены состоятся частично в электронном формате. Изменения формата предусматривают предоставление в электронном виде только теста. Регистрации для участия в единых национальных экзаменах в этом году прошли более 41 500 абитуриентов. Эка Сгуладзе оставила должность об этом на своей странице в Твиттер, сообщил глава МВД Арсен Аваков. При этом он отметил, что Кабмин Украины принял данное решение по просьбе самой Сгуладзе. Эка уходит с первого зама, Кабмин принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление «Не нужно слухов», говорится в его сообщении. При этом Аваков добавил, что Сгуладзе приняла его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. У меня все к этому часу. С новостями дня с вами была Майя Пепе. Всего доброго.